В Владивостоке в эту субботу, 19 февраля, состоялся седьмой ледовый полумарафон Honor Владивосток Ice Run. Это уже ключевое событие в беговом спортивном календаре, которое ежегодно объединяет известных спортсменов и любителей из разных регионов и государств. На мой взгляд, это такое, ну вот, если еще не брендовое, то, по крайней мере, знаковое мероприятие для нас. Это возможность для продвижения города Владивостока во всем мире. Такого мероприятия, я уверен, что либо нет вообще, чтобы бежали вот так, бежали по воде, но я думаю, Байкал должен такое мероприятие иметь. Но для нас это прямо крутое мероприятие. Я уверен, что вся Азия должна быть у нас, как только откроют границы. Ну а для нас, ну это просто еще один маленький момент счастья нашей жизни в нашем городе, просто побегать, провести время с родными и близкими на интересном, красивом, профессионально организованном мероприятии. Honor Владивосток Ice Run – единственный в России забег по льду моря, который пользуется огромной популярностью у жителей и гостей Владивостока. В этом году в нем приняли участие более тысячи спортсменов из 30 регионов России и 8 стран. Прежде всего, Honor Владивосток Ice Run – это ледовый полумарафон. И уникальность нашего проекта в том, что он, помимо того, что он международный, во-вторых, это бег по морскому льду. Не знаю, мне кажется, в России, по-моему, нет таких мероприятий, где можно пробежаться по морю. Есть по озерам, а вот именно по морю можно пробежаться только у нас в Владивостоке. Победители получили подарки от компании Honor – крупнейшего технологического бренда в сфере производства смартфонов, ноутбуков и других устройств, который на протяжении многих лет является титульным партнером зимнего бегового события. Действительно круто, что люди не боятся превзойти себя и преодолеть действительно классный полумарафон и проявить себя. И вот эта философия, когда ты выходишь за рамки и стремишься к лучшему – это то, что нас объединяет. Наверное, поэтому мы и решили стать партнерами Honor Владивостока Ice Run. Маршрут проходил в бухте Новик в акватории Японского моря. Часть участников пробежала классическую полумарафонскую дистанцию длиной 21,1 километр. Для желающих испытать себя на более короткой дистанции были доступны 5,10 километров, а самые маленькие участники пробежали 500 метров и 1 километр. Трассу я оцениваю на 10 баллов из 10, потому как нам сегодня, конечно, помогла погода. Ясно, солнце, теплая погода и нет ветра. Это очень здорово. Трасса у нас три дня очистилась, три дня размечалась, целая взлетная полоса. Бегуны проходят ее прекрасно. И, конечно же, сами бегуны сегодня заряжены просто на победу, на успех, потому что, я думаю, всем помогает это и погода, и настроение, и долгожданное мероприятие. Марафон привлекает внимание своей экстремальностью, возможностью выйти за рамки, бросить вызов самому себе. Участие в нем принял и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Хорошая дистанция, бежал десятку, много было народу очень. Подготовленная трасса, не заснеженная, без воды, в общем-то, удобно. Ветер был небольшой, поэтому встречный. Поэтому, мне кажется, что все получили огромное удовольствие. Я бы с нашим, бежали ребята, и кто, 21, и пятерку, поэтому более тысячи человек принимало участие в этом прекрасном, уникальном рельефном забеге, который проводится седьмой раз у нас, привлекает с каждым годом все больше и больше, не только спортсменов, но и туристов, и становится уже таким туристическим мероприятием, спортивно-туристическим. Мы приехали к вам из Вологодской области, город Череповец, там, где варят металл. Мы проехали все старты от Калининграда, получается, до Владивостока. Это один из самых лучших забегов, что хочется сказать огромное спасибо организаторам этого события. Прекрасный марафон, отличная организация. Я с юга прилетела специально по льду пробежать впервые. То есть, отличный опыт для меня, и здорово все подготовили. Погода однозначно была на стороне участников. В бухте почти не было ветра, светило солнце. Очень здорово. Сегодня отличная погода. Сегодня очень хорошо бежится, дышится. Я думаю, что все получили просто заряд энергии. Море-море позитивных эмоций. Да, мероприятие хорошее, организация прекрасная. Все есть. Старт, финиш, все ограждение, все видно, люди довольны. Круто, в этом плане прям кайф. Какие-то призы, медали, все класс. Отличное настроение, погода, класс, организация. Седьмой, почти юбилейный, еще три года, будем десятый отмечать. На следующий год уже с сыном побегу. Дистанция моя была 21 километр. Я готовился к ней порядка четырех месяцев. План на гонку был держать определенный темп, 4.15-4.20. С чем я и справился. Очень мне понравилось данное мероприятие, потому что план был выполнен, сам собой доволен. Помимо любителей, на старт вышли и профессиональные спортсмены. Это люди, которые работали на результат. Следя за временем прохождения дистанции, они надеялись уложить привычные километры в как можно меньшее число минут и секунд. Кому вы посвящаете на победу? Кому вы посвящаете на победу? Лидера 5 километров. Он уже буквально был на хвосте. У родителя Бушкова, так что ждем лидера 5 километров. Трасса подготовлена очень хорошо. Все расчищено, проблем никаких не было. За организацию особый респект. Все очень круто. Расскажите о своих эмоциях. Как вы победите? Первые 7,5 километров бежалось очень легко. Потом последние 2,5 километра приходилось убегать и уже было тяжеловато, конечно. Все справились. Ну и победил. Уникальный ледовый полумарафон состоялся. На финише каждый получил памятную медаль, а многие марафонцы смогли нанести на нее гравировку собственным результатом. В принципе, для страны сочетание бега марафона по льду – это такая интересная история. Потому что сам опыт бегуна, когда ты бежишь по морю, по красивому заливу, он совершенно другой. Плюс самые условия, когда ты бежишь по дороге, по дорожке и по льду, он совершенно другое. Восприятие именно как бегуна, оно просто другое. Это на самом деле прикольно. С точки зрения вызова спортсмена, это прям интересно. Все рекомендуют попробовать хотя бы раз. Пока участники преодолевали трассу, зрители согревались горячим чаем под зажигательную музыку, а аниматоры создавали атмосферу праздника. Скучно не было никому. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин